Сегодня у нас 14 мая 2017 года, поселок Потеряевка. Вот брат Игорь Добунов с братом Виктором Савченко встречали архиерея Глобика Сергея. Вон они, остановились почему-то. Что-то они там... Вот Игнатий нас встречает, как обычно. Вот это Игоря Барабаша, комбайны стоят. Он новый взял в этом году, новый как с рук взял. Для него это новый. Там уже у нас служба началась. Сейчас уже у нас... Сейчас скажу по времени. Служба должна была 8, а уже 46 минут. То есть, насколько позже приехали. Все, брат, это. Все, брат, это. Все, брат. Конечно, если такие... Что-нибудь... Это правильное слово. Плавали. Да, брат, это совсем скучно. Служба какая-то. Ну да, что-то у меня. А-та-на-на-та. Они же без камерки сейчас идут. Вот, вот. А-та-на-та. Раз. И зонтик не потребовался. Ну, видите, как ехать, так дождик. Но надо больше. Да, не больше. Идемте специально по травочке, чтобы не заходите на грязь. Это уже закончилось. Зонтик у вас, конечно. Таким зонтиком не пропадешь. Да, конечно. Мы тут ждали. Куча сбились. А я на 3 дня приехал тут. Ну, и занялся тут прудами. Там бобры прогрызли. И 2 метра воды почти ушло. Да. Все насквозь. Как бобры? Почему? Они наоборот за пруды делают. Делают за пруды, где течет и воды нет. А где вода есть готовая, они плотину прогрызают. Для чего? Для чего он там прячется, прогрызет дальше кверху и гнездо. Ему не надо хатку делать. Вот так. Да. И они нас обижают. Ну, так ведь у них свой план жизни. А тут у вас что-то такое? Ну, тут в прошлом году не успели брать гречку. И она сохраняется. А теперь ее собирают. Ну, дальше обрабатывать будут весной. И они мыши не поем ничего. А мышь-то не ест гречки, да? Ну, а все пшереса, там вся разная птица. А это еще никто не трогает. Ничего. Да, все. Слава Боже. Слава тебе 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 Боже. Продолжение следует... 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 Дополчение мы соблюдаем и наставляем. Достигнем соединения веры в разум неприступное Твоя славы. Яков Благословенный, сила веки, веков поминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Цурина и Святому Духовне, неприисная, веков поминь. Честнейшую, Керой, мыславнейшую, без сравнения сиротим. Без истинения Богослова, Родшим, сущую Богородицу Тебе, обвечаем и освященнейший, Владыка, благослови. История, без святого владения нашего, Господи, Иисусе Христе, Божий наш, помилуй нас. Аминь. Божий, Господи, силы все твари, садителю и создам милосердия беспрекладной, милости Твоей, единородного, Сына Твоего, Господа нашего, Иисуса Христа, и спасла Вы на спасение народа нашего, и честны мы у Христова, Рукописание грех наших, растерзавый, и победил и темначало и власть тьмы. Сам, Владыка, человеколюбче, прими нас грешных, благодарственной сия молебной молитвой, и избавь нас от всякого всебубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобить и насыщущих видимых и невидимых враг. Приглази страху Твоему, Боти наша, и не уклони сердец наших, совеста или помышления лукавствия, но любовью Твоею уязви души наша, как Тебе всегда взирающие, и я же Тебе светом наставляемый, Тебе не преступно, горь, пресносущих, возлящих света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение высылаем, призначальному Отцу с единородным Твоим Сыном, и всесвятым и благим, что рящим Твоим Духом, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господу помолимся, так, куда просветится светло Твой предчеловеки, якогда видя добрые дела Твоя, и прославят отца нашего, и же есть на небесе, всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, 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 Благослови, Благослови, Владыка, благословено Царство Отца и Сына и Святого Духа, Благослови, Владыка, благословено Царство Отца и Сына и Святого Духа, Христос, воскресе измертвы, смерть ее, смерть поправь, Иисус, во гробе живут на рабах, Миром, Господу помолимся, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Благослови, Владыка, благословение, Воздуковое изобилие водов земных и временях мирных, Господу помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, наш, Христу Богу, предади, Тебе, Господи! Я наподобаю тебе всякое слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу ныне присно и вовеки веку! Аминь. 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 Песня. 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 Аминь. 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 Аллилуйя. 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 Спаси, Сыне Божий, Во сердце из мертвых поющая тихи. Аллилуйя. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Аминь. 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 Изрядно обрислятей, причистей и преблагословений, славдей владычице нашей, Благородице, и причстной Деве, Марии. О, миловиёше, благодать нечистая, Дева радуйся, и вакири веку радуйся. Боюсь, и воскресенье в дневе на гробах, и бедные возвинулые люди стремитесь. Светися, Светися, Новый Иерусалин, и слава Бога Господня на Тебе, Иерусалин. Бегуй, Иерусалин, Иерусалин, ты же чистая, красуйся, Богородице, а восстани Рождества Твоего. И всех, и всё, и в сел, и 감사합니다. В первом помине Господи Великого Господина и Отца Нашего Кирилла, Святейшего Патриарха, Московского и всея Руси, и Святого Троица Сергия Лавры, Священного Артемандрита, и Господина Высокопреосвященнейшего Иллариона, В первой иерархе русской зарубежной церкви, их же дары святым Твоим Церкви, мира целых, честных, здравых, долгоденствующих, правоправящих, Слово Твои Я и истинные. Помине Господи Высокопреосвященнейшего Иллариона, Сергия Лавры, Святым Твоим Церквям, мира целых, здравых, долгоденствующих, правоправящих, Слово Твои Я истинные. И да будут милости великого Бога, и да будут милости великого Бога, и спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами. И за Духом Твоим Церквям За Святой Помином Шабахи и Пакиром, Господу помолимся, Господи помолимся, Господи помилуй. Обынись всем веке, священно, честный, даявку, Господу помолимся, Господи помилуй. Обынись всем веке, священно, честный, даявку, Господи помилуй. Обынись всем веке, священно, честный, даявку, Господи помолимся, Господи помилуй. Обынись всем веке, священно, честный, даявку, Господи помилуй. Обынись всем веке, священно, честный, даявку, Господи помилуй. Искончание у Господа просим! Борой Господи! И праздник, и кончение живота на наших обед болезни, на них постоянно мирный добрый год лета, на страшном судище Христове просим! Борой Господи! Сладение веры, причастие святаго Духа, и спросим, что сами стебли друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим! Борой Господи! Борой Господи! Сладение неосужденно, смейте призвать и Тебе, небесного Бога Отца, и глагола Ти! Борой Господи! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это так ясно очевидно для всех, что и иудеи, и язычники, и еретики, и все вообще люди согласны в этом. Ибо хотя и не все мыслят, как должно о воскресении, но что касается досуда, наказания и тамошних судилищ, все согласны в том, что есть там воздаяние за здешние дела. Если бы этого не было, то для чего бы Бог распростер столь великое небо? Подослал землю, расширил море, разлил воздух, явил такую промыслительность, чтобы он не до конца хотел иметь о нас попечения? Не видишь ли, сколь многие из живых добродетельно претерпели многочисленные бедствия и отошли, не получив ничего доброго? А другие, напротив, жили весьма нечестиво, похищали чужое имущество, грабили и притесняли вдов и сирот, наслаждались богатством, роскошью и бесчисленными благами и отошли, не потерпев ни малейшего зла. Итак, когда же и первые получат награду за добродетель, и последние понесут наказание за нечестие, если дела наши оканчиваются здешней жизнью? Если Бог существует, как и действительно существует, то всякий скажет, что Он праведен. Если же праведен, то надо бы согласиться, что тем и другим воздастся по достоинству. Если же Бог имеет воздастся тем и другим по достоинству, а здесь никто из них не получил тот наказание за грехи, а этот награды за добродетель, то ясно, что будет еще время, когда и тот, и другой получат должное воздаяние. Для чего же Бог и поставил в душе нашей этого непрерывно бодрствующего и неусытного судью, разумею, совесть? Ибо нет, нет между людьми ни одного судьи, столь неусытного, как наша совесть. Внешний судья и деньгами подкупается, и лестью смягчается, и от страха потворствует, и много есть других вещей, которые извращают правоту и суда. Но судилище совести ничему такому не подчиняется. Станешь ли давать деньги, будешь ли льстить или угрожать? Или другое, что делать? Она произносит справедливый приговор на греховные помыслы. И сделавший грех сам осуждает себя, хотя бы никто другой не обвинял его. И это делает совесть не однажды, не дважды, но многократно и во всю жизнь. И хотя бы прошло много времени, она никогда не забывает сделанного, но сильно обличает нас и при совершении греха, и до совершений, совершений и по совершений. При самом совершении греха мы упоенным удовольствием бываем не так чувствительны, но когда преступление сделано и окончено, тогда то особенно за исчезнувшим удовольствием наступает чувство раскаяния. Вопреки того, как бывает с рождающими женами, они до рождения владенства терпят невыносимые страдания и жестокие муки, разрывающие их болями, но после рождения чувствуют облегчение, как будто вместе с плодов вышла и болезнь. Но здесь не так. Пока мы начинаем и рождаем беззаконные намерения, да то ли радуемся и веселимся, когда же родим злой началь, изначали исчадие грех, тогда увидя гнусность рожденного, скорбим и мучаемся сильнее, нежели рождающие. Поэтому убеждаю вас не принимать в самом начале беззаконной похоти. А если примем, то подавлять в себе эти семена. Если же пренебрежем и это сделать, то перешедший в дело грех умертвим исповедью, слезами и осуждением, самоосуждением. Ибо ничто столько негубительно для греха, как его обречение и осуждение, соединенное с покаянием и слезами. Ты осудил свой грех, это ты сложил в себя время. Кто это говорит? Это сам судья Бог. Исповедуй грехи твои прежде. Исповедуй и оправдаешься. Исход 43.36. Для чего, скажи мне, ты стыдишься и краснеешь сказать грехи? Разве ты сказываешь человеку, который станет упрекать тебя? Разве исповедуешься пред собор с рабом, который разгласит твои дела? Да, Господу, промыслителю, человеколюбцу, врачу, показываешь ты рану. Разве он, который знает наши дела еще до совершения их, не будет знать, если ты не скажешь? Разве грех от обличения его делается тяжелее? Напротив, легче. И Бог требует от тебя признания не для того, чтобы наказать, но чтобы простить. Не для того, чтобы ему узнать грех твой. Разве он и без этого не знает? Но для того, чтобы ты узнал, какой долг он прощает тебе. Хочет он показать тебе великость своей благости, для того, чтобы ты непрестанно благодарил его. Чтобы был медлительный нагрех, ревностные добродетели. Если же ты не скажешь о великости долго, то не узнаешь и превосходства благодати. Я не заставляю тебя, говорит он, идти на середину зрелища и окружить себя множеством свидетелей. Мне одному, наедине, скажи грех, чтобы я уврачевал рану и избавил тебя от болезни. Вот для чего вложил он в нас совесть, которая действует с любовью более, нежели отеческая. Ибо когда отец однажды, дважды, трижды, десять раз, наказав сына, убедит его неисправивым, то в отчаянии отрекается от него, изгоняет его из дома и исключает из родства. Но не так совесть. Напротив, если она скажет один, два, три и тысячу раз, и ты не послушаешь, то снова будет говорить и не отстанет до последнего издыхания. И в доме, и на распутях, и за столом, и на торжищах, а часто и в самых сновидениях, вставляя там образы и виды, сделанные нами грехов. И посмотри на премудрость Божию. Вот, Бог не сделал обличение совести ни непрерывном, ибо мы, непрестанно быв обличаемы, не снесли бы этой тяжести. Не столь слабым, чтобы она после первого или второго вещевания пришла в отчаяние. Если бы она стала угрызать нас каждый день и час, мы были бы подавлены унынием. А если бы, напомнивший, раз-другой, перестала обличать, то немного получила бы пользы. Поэтому он сделал это обличение, хотя и всегдашним, но не непрерывным. Всегдашним, дабы мы не впали в беспечность, но, слыша всегда ее напоминания, прибыли до самой кончины бдительными, не непрерывным и не непрекращающимся, дабы мы не упадали духом, но ободрялись, получая некоторое облегчение и отраду. Как совершенное обеспечение о грехах пагубно и порождает в нас крайнее бесчувствие, так не непрерывно и чрезмерная скорбь вредна. Чрезмерная скорбь нередко отнимает естественную рассудительность, может потопить душу и сделать неспособную ни к чему доброму. Поэтому Бог и устроил, чтобы обличение совести восставало на нас по временам, так как оно весьма жестоко и уязвляет грешника сильнее всякого острия. Ибо совесть сильно восстает и громко вопьет на нас, не только тогда, когда мы сами грешим, но и когда другие грешат подобно нам. Блудник, приводей, вор, чувствует как бы на себе удары, не только когда обвиняет его самого, но и когда слышит, что других обвиняют в подобных же преступлениях. Ибо укоризны, делаемые другим, служат ему напоминанием его собственных грехов. Другой обвиняется, а он, и не будучи обвиняем, терпит поражение, потому что виновен в таких же, как и тот, преступлениях. То же бывает относительно добродетелей. Когда другие прославляются и увенчиваются, тогда и совершившие подобные дела радуются и торжествуют, как будто бы и сами они были прославляемы наравне с теми. И так, что может быть несчастье грешника, когда он мучится, и тогда, как другие бывают обвиняемы, что обложение добродетельного, когда он радуется и торжествует, и тогда, как другие прославляются. В славе других видя напоминание о собственных добродетелях. Это дело премудрости Божьей. Это знать величайшего промысла его о нас. Обличание совести есть как бы некоторый священный якорь. Аминь. 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 Сестры и присыдствия, я благодарю Господу и Бога из спасающего Иисуса Христа. И восстание грехов и дарежа вечная. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя! 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 Спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое! Иисус воскресе из бедных воскресе, Смерть ее, смерть вопрот, Исущим, Исущим, Исущим во гробе живо дорогой! Всегда, ныне, признай, вовеки веков! Аллилуйя! Боже, Господи, Господи! Иисус воскресе из бедных воскресе, 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 Вечер, пресежу, зависиме друг друга, и весь живот наш кресту Богу предадим. Синий Господи, Господи! Якоби есть и освящение наше, и тебе славу славя, Господи, Сына и Святому Дух, смени пресно и вовеки веков. Один, аминь. Идем из идием, в имени Господи, 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 подними. Благосноя благосноящее Господи, Священное Твоей, Господи Твоей, благосноящее Достояние Твоим, посетиме Твою милостивущей дробь, Твою святую, Сунецкого славы, Твои спасли на нем, Святой Богатой, Молитуйся, Кречистое, Нашего Гроза, Святого Гроза, Аминь. 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 Дорогие отцы, братья и сестры, поздравляю вас с воскресным днем. В пасхальный период, каждый воскресенье имеет свое особенное назначение и свое особенного небесного святого покровителя. И вот мы с вами сегодня вспоминаем Саваряныню, которая встретила Христа у колодца Иакова и уверовала в Него, так что пошла делиться со своими близкими. И весь город вышел и слушал Спасителя, как Бога. И мы с вами имеем такую обязанность благовестить всем ближним и дальним весть о Христе, Боге, Спасителе нашем. Это благая весть. Господь воскрес и нас с собой воскресил. Значит, нет смерти, которая обычно для человека страшна, ее боятся. Но есть воскресение, и смерть утратила свою силу, как говорит Иоанн Златоуст. Где твоя жала и где твоя победа? Смерть. Ибо разрушил ее, Господь, своей смертью и своим воскресением. Я вас сердечно поздравляю. Спаси Господи. Ну а теперь... Спаси Господи. Трудный, конечно, путь пришелся уже сегодня. В самой глубине Алтайского края, среди полей, перелесков, болот, озер, находится ваше село Потеряевка. Вот так, может быть, трудно в наше время решиться и где-то так жить, как вы живете, большинству людей. Все тянутся к реализации, к общению. Человек – существо социальное. Ему нужен простор для реализации своих интеллектуальных и нравственных сил, которые Господь в него вложил. И все мы тянемся друг к другу. Это тоже тяготение Богом нам дано. В нем нет ничего предосудительного. Но гораздо похвально, когда люди осваивают на стороне нашей такие места, где жить-то можно и нужно, но тяжело. И вот трудности многие боятся и не идут туда, куда их Господь определил. Вы же здесь, пребывая на родине своих предков, пусть эта земля тяжелая и трудная, но она наша земля. Земля святая, это Отечество, земля отцов, данная в удел. Ее нужно хранить, возделывать, любить. В этом и есть истинный, не словесный только, а настоящий, сердечный патриотизм. Которого в наш век не хватает у людей. Все меняют и Родину, и своих отцов, и веру даже за какие-то благоземные. Бегут на край света, потому что там красиво и сытно. А здесь нужно возделывать то, что нам Господь определил и потомкам нашим. Это весьма похвально, потому как бы трудно ни было, мы едем сюда навестить вас, православных христиан, чтобы тем самым исполнить, во-первых, долг, который положено осуществлять нам, возвещать истину Христову даже до края земли. Но это же не край земли, это самый центр ее. Тем более, не должно от этого уклоняться. Ну и, конечно, христианская любовь, она тоже движет каждому из нас. Пусть и не полную меру мы ее имеем, но даже тех начатков, которые у нас ложил Господь, достаточно, чтобы откликнуться на призыв, на приглашение. И мы каждый год на ваше приглашение в день основания, или как сказать, возобновления села, приезжаем сюда, чтобы разделить с вами эту христианскую радость. Всегда это бывает в пасхальное время, всегда здесь у вас красиво, зелено, всегда почти дождливо. Если уж не большой, не ливень какой-нибудь, не пролазная грязь, но то уж маленький дождик бывает. Ну и это тоже хорошо. У природы нет плохой погоды. Каждая погода благодать. Дождь тоже благодать на эту землю, на наши нивы и на нашу иссохшую душу. Да хранит вас все Господи, Матерь Божия. А сейчас нужно приложиться ко кресту и общую фотографию сделаем. Мы все идем на праздничную трапезу. А после трапезы снова будет торжественная часть. Тос воскресен! Воистину воскресен! Так, вы вставайте, не уходите. Так, сразу вы вставите. Я вам придохнился. Вот, не уходите. Я бы сюда поближе. Надьи Дивилович Христос, воскресенье, воскресенье. Не уходите далеко. Для фотографии становитесь. Поедешь? Да, Владимир Владимирович. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. . . .